Почтальонов Забайкальского края научат самообороне. Необходимость в таких мерах возникла из-за участившихся нападений на сотрудников Почты России в Забайкальском крае. Что в ближайшее время изменится в работе почтальонов, каким будет их внешний вид и как пройдет обучение, Дарья Юринская расскажет подробнее. В последние годы преступники по всей стране начали настоящую охоту на сотрудников почты. В конце декабря в Ярославле прямо в подъезде жилого дома убили и ограбили почтальона, разносившего пенсию. Часто нападают и на целые отделения почтовой связи. В Забайкальском крае проблема безопасности сотрудников почты тоже стоит остро. Бывает в таком состоянии неадекватном, кровь тоже заворачивают нам очень хорошо. И порой даже хочется вызвать охрану свою, чтобы приехали, разобрались. Порой и нам двери выпинывали. Только в этом квартале текущего года у нас уже совершено три тяжких преступления. В отношении сотрудников почты и также офисов. В связи с этим было принято решение начальникам ОВД по городу Чите собрать представителей Почты России, включая главу унитарного предприятия Почты России, чтобы обсудить эти вопросы. Было решено создать курсы по самообороне специально для почтовых работников. Сейчас полиция разрабатывает обучающую программу. В ней будут учтены все детали. К примеру, что почтальоны Забайкальского края в основном женщины и их возраст за 50. Уже известно, что курсы пройдут на базе одного из почтовых отделений Читы. В них примут участие и почтальоны из районов края. Это очень актуальный вопрос. У нас в данное время во многих отделениях связи сейчас, то практически во всех доставочных дежурят, милиционеры. Сотрудники здесь очень положительно. Все в курсе дела, что постоянно к ним будут подходить участковые или сотрудники линейных отделов милиции будут проводить с ними беседы. Изменится и внешний облик почтальонов. Теперь вы не увидите на улице человека с большой сумкой на плече. Денежные средства будут переносить в специальном жилете. И еще каждому почтальону выделят газовый баллончик. Что касается отделений почтовой связи, то здесь почтальоны уже сегодня могут воспользоваться кнопкой безопасности. Ежедневно плечом к плечу с ними сотрудники полиции. Какие результаты принесут предстоящие учения по самообороне, пока неизвестно. Но полицейские почтальоны уверены, пока в других городах России ломают голову над тем, как обезопасить своих Печкиных, в Забайкальском крае уже вводятся необходимые меры. И, возможно, совсем скоро профессия почтальон в нашем крае перестанет быть синонимом опасности. Дарья Юринская, Сергей Бумагин, Александр Смирнов. Вести. Чита.